Встреча с населением Мошенничество в социальных сетях. Кто попал в ловушку? Близкий человек, что уже поздно, и что именно они дают время, что два часа срочно-срочно. В районном Доме культуры «Октябрь» состоялась премьера спектакля. Где у вас спальня? Там. 23 марта в Углегорском районе с рабочей поездкой был губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В планах было проверка нескольких промышленных объектов, оценка строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Шахтерске и встреча с жителями в РДК «Октябрь». Первый объект – солнцевский угольный разрез. Причина – открытие новой станции водоочистки. Раз, два, три. Раз, два, три. После торжественной части губернатору Сахалинской области было представлено два стакана. С грязной жидкостью, которая поступила на станцию, и с очищенной, где, по словам экологов, вода технически чистая, не питьевая. Жители жаловались, что грязная вода, что идет солнечные разрезы. Я задаю вопрос. Здесь в воде угол? Здесь нет. Смотрите, большой разрез, мы его вскрыли, убрали полгородный стиль. Соответственно, стало, открыли глини. Эта глина, дожди, смех, она, и начинает сайт, падает в раздель. И не фильтрует, падает. Сейчас система замкнутая, из разреза напрямую вода не попадает. Загрязненность реки Углегорки – одна из самых острых и обсуждаемых проблем. Постоянные жалобы от жителей и проверки прокуратуры. Изменится ли ситуация, покажет время. Второй объект – магистральный угольный конвейер. Монтаж начался в конце 2020 года. Пробный запуск конвейера обещают сделать в декабре. Но даты окончательного введения в эксплуатацию нет. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Шахтерске. Строительство завершено на четверть. Комплекс будет доступен для игр, мини-футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис. А также для занятий бегом. Ежедневно ФОГ смогут посещать до 150 человек. Сейчас решается вопрос замены покрытия. А какое вы предлагаете покрытие? Я в футбол сам профессионально проиграл много, то есть мини-футбол, поэтому надо паркет положить. Он недорогой, сейчас есть хорошие вещи, но зато это здорово, поверьте мне. Это не те деньги, но те, на которых можно потом сэкономить. Я уберу, получается, расценку резины, дам понимание, что мы сможем. Я где-то сам поучаствую, помогу, я имею в виду от себя. Сделайте предложение, мы посмотрим. Хорошо. В пределах стоимости. Я от себя помогу, тоже поучаствую. Но строительство ФОКа не решит все вопросы с развитием спорта в Углегорском районе. Представитель спортивной школы имени Карпенко Светлана Милешина обратилась к губернатору с просьбой о помощи. Нам в нашей школе был передан спортзал ВГСЧА. Замечательный спортзал, отличные у него размеры. Подходят под волейбол, под футбол. Мы, конечно, благодарны данному ФОКу, который был сдан, но он не решит все вопросы наших детей. У нас очень много детей, у нас и бокс, и да. Поэтому мы сделали, у нас есть на крыше прошедшие экспертизу ПСД, у нас есть присоединение... Крышу, новую крышу, чтобы сделать, да. Ремонт здания, да. Очень много работ в 2020 году школа сделала за свои средства, но мы просим помощи. Министр спорта, готовьте предложение. А в 14 часов состоялось событие, которое стало основной причиной приезда Валерия Лимаренко. Встреча с жителями. Подробнее в материале Екатерины Петровой. У нас встреча посвящена вам. Будем отвечать на ваши вопросы, постараемся ответить на много вопросов. На встречу с жителями Углегорского района два с половиной часа. Губернатор Валерий Лимаренко приехал с большой командой министров. В начале несколько отчетов и выступлений. Выполнена работа решенных планов и задач, задуманных реализован в 2020 году. Год был весьма насыщенный. Микрофон в руках министра здравоохранения Сахалинской области. Есть хорошая новость. У нас привито на территории района 1927 человек. Это много Екатерины, а это лучший показатель на территории области. Еще одна новость. Но к ней у жителей Углегорского района совсем другое отношение. Все вы знаете, видите, вернее, что мы строим Ганвей. Так как, несмотря на то, что многие не верили в это, однако сейчас уже это, наверное, становится понятным, что конвейер мы достроим. Поэтому достроим в декабре месяце. Мы уже сделаем громный пуск конвейер. То же самое. Мы уберем так ненавистные вами машины, которые идут по дороге муфеоползивания, и полностью весь уголь пойдет по конвейеру. Пока конвейер не запущен, так ненавистные жителями машины огромные углевозы будут на дорогах Углегорского района не только ездить, а продолжать создавать аварийные ситуации и провоцировать страшные ДТП. Можно ждать запуска конвейера, а можно и нужно уже сейчас принимать жесткие решения. К тем, из-за кого на дорогах Углегорского района регулярно подвергаются опасности водители и пассажиры. Вот все мы через сто лет нас не уберем. А река Углегорка ненавистовая будет? Только она может быть Тухлянкой, которая сейчас чуть-чуть посредине Углегорской. Все это в этом знают, в этом зале. Или будет ненавистовая река. Куда идет краснокнижный тайминг? Путин, прокуратура. В том году, 26 июня, была коллегия под председателем Красновым. И там было четко сказано, в горногородных компаниях запретить сливать в реки, в озера. Понимаете? Здесь же разрез получил уголь добывать надо, сразу хочу сказать. И люди умные, с которыми я недавно познакомился, они говорят, Самое, что интересно, компания могла бы также зарабатывать хорошие деньги, только не нанеся вредно. Спасибо большое. Чтобы порядок нанести между нами, я занимаюсь. Что касается рек, эта тема сложная, нужно заниматься этим вопросом. Так, пожалуйста, команда из Пашнякова. Еще один болезненный вопрос. С ним первыми в редакцию углегорских новостей обратились жители Башнякова. К нему же присоединились все села района. 551 дом или 2172 квартиры в углегорском районе, признаны аварийными. На встречу с губернатором приехало много возмущенных и шокированных жителей углегорского района. Сразу говорю, во-первых, хотелось бы, Сергей Васильевич, замечание вам сделать от жителей села. Дорога сегодняшняя нас очень впечатлила. Приглашаем на поездку в обратную сторону. Водерий Николаевич. У нас в селе, ну вы знаете, вам пришло письмо от меня, вы видели. У нас единственная сейчас самая важная проблема – признание всему жилого фонда аварийным. Массовое признание жил фонда района аварийным для жителей слишком подозрительное. Я правильно понял, что вы пытаетесь сказать, что кто-то хочет отнять эту землю и там добавить угольных. Да. Мы можем дать ответ на этот вопрос? Барис, и там угля нет. Посмотрите, поступил открытый вопрос, и сейчас будет поступить открытый ответ. Договорились? Я вам даю стопроцентную гарантию, что под селом Башняково, во-первых, нет угля, к сожалению, будет счастье, я не знаю, да. Во-вторых, мы не изучаем этот вопрос и не пытаемся там искать этот уголь, потому что у нас достаточно угля, там 10 километров, и Башняково прекрасно это знаете. Мы его там будем добывать. Поэтому никакой диверсии в этом нет, во всяком случае, с нашей стороны, и я думаю, что с любой другой угольной или другой компанией. Уверяю вас, что никто там полезный ископаем, никакие не ищите. Отправь на поле. Я понял, что не исчерпан вопрос, правильно? Нет. Не исчерпан, отлично. Вот микрофон дайте, пожалуйста, подключение. Вы хотите еще раз спросить? Нет, я не спросить, а просто добавить, когда у нас поднимался этот вопрос на встречу у нас на территории Башняково, и Сергей Васильевич как раз-таки учил, что перспектив у разреза, ну, нет, у вас, но на два года. Смотрите, у разреза на сегодняшний день перспективно 5 лет, плюс мы сегодня, извините, на 7 лет, плюс мы сегодня продляем, увеличиваем объем лицензии еще на 7 метров, и удаст еще дополнительно плюс примерно 3-4 года. Поэтому порядка 10 лет перспективу разреза. Тогда вопрос, почему мы застроим жилье Башняково, это уже по губернатору вопросу, ну, допустим, почему у нас хотят быть свинчерстерства, которые мы категорически не хотим снять? Понятно, да, давайте мы тогда большего сделаем. Значит, еще у кого-то есть вопрос на тему, что хотят добывать там, где живут люди. Жителей Никольского тревожил еще один вопрос. Территориально они ближе всех к разрезу, так что тихой жизни в Никольском совсем не назвать. У нас тоже, вы какие-то документы здесь собрали, протесты и отношения к вам. Я хотела бы лично вам эти документы передать. Вы передадите, вы скажите, вы тоже подозреваете, что вас хотят собрать землю и там добывать уголь. Во-первых, у нас в СССР тоже есть кризонаварины, ну, как бы некоторые жители комиссии не видели, не наблюдали, когда это было все сделано. Вот, и люди интересуются, как дальше, если кое-какие жители хотят переехать, а другие нет. И вот нам интересно, вышивем мы, когда идет лента, вот, которая идет лента, вот, Ангелия, как вы говорите, и вот с этих срывов, которые вы делаете, мы вышивем, которые жители останутся в поселке Никольсово? Значит, от ленты точно выживете, даже не сомневайтесь, потому что лента, которая идет мимо вас, она прошла все экологические экспертизы. И эта лента, у нее всего три двигателя. Один на начале ленты, еще один пересыпь и в конце пересыпь. Поэтому, а шум идет только от двигателя. То, что ролики будут крутиться, на сегодняшний день ролики, это такой механизм, который абсолютно, ну, не абсолютно, но вы точно его слышать не будете. По поводу взрыва, ну, то же самое я могу сказать, что я, конечно, понимаю, что взрыв вам мешает, но мы тоже соблюдаем все требования Ростехнографа, и мы действуем правдой взорвавой. Но мы действительно не можем взять дюбль и взорвав его. И это, ну, вынужденная мера. Я не знаю, как здесь разойтись. Вот без взрыва нет угля, а вам взрыв мешает. У жителей Паречья стопроцентное признание всех домов аварийными. Почему признание аварийных домов, о чем это сказано, связано с переселением и аварийной, стопроцентно с Паречью. И та же проблема. Кто не хочет уезжать, то какие мы будем условия поставлены. Первое. Значит, есть замечания в нескольких населенных пунктах, что проведена была экспертиза и жилье, которое вы считаете не аварийное, значит, формуле как аварийное. Тем более, недавно капитально отремонтировали. И я так понял, что со словами благодарности хорошо сделали и удобно и уютно жить. Это и была цель нашей встречи, собственно говоря. Это раз. Приморская улица стоит то же самое, а капитальные дома приняли, да, приняли, приняли. То есть, имеется в виду, и вас тоже услышали. Значит, в этой связи, давайте сделаем вот что. Первое. Те дома, которые капитально отремонтировали, которые пригодны для проживания, как я понял, уже оформили, значит, вернули эти документации, оформили уже не как аварийные, а вернули назад эту ситуацию, да? В основном все те дома, которые имели ремонт фасадов, которые имели ремонт крови, они выведены из этого постановления. Спасибо. Смотрите, давайте сделаем так. Давайте сделаем так. Уважаемые жители. Сергей Васильевич, стоп. Так и будет сделано. Все дома, которые капитально отремонтированы, значит, сейчас комиссия, которая работает, она их поставит назад. Сергей Васильевич извинился, что сделал работу не очень качественно, так, и создал специальную комиссию с тем, чтобы исправить ошибку свою. Те дома, которые капитально отремонтированы, находятся в хорошем состоянии, значит, они не будут признаны аварийными, значит, и никого он тревожить больше не будет. Следующий вопрос тоже с общим возмущением. Сахарин стоит на рыбе, вырыбку, хорошую ели, по доступной теле, балку в тысячу рублей. Сахарин в месяц. Браво. 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 А в какие районы возят с 1 января ремонт? У нас свежая рыба уже реализуется с 1 января. Небельский, Холмский, Анипский, Гасаковский, Южескоринский, Долинский, Тамари. Сейчас почти отказали 90% населения. А почему Углегорск у вас на последнем месте? Почему у вас Углегорск на последнем месте? Сергей Васильевич, почему у вас Углегорск на последнем месте? В итоге жителям Углегорского района пообещали регулярную доставку. Свежей и все-таки доступной рыбы. Уже в эти выходные ее можно будет купить в магазинах «Минутка», «Луч» и «Аист». Цены обещали низкие. Камбала по 58 рублей, треска по 69. У меня вопрос был бездомным животным и вообще по животным, которых задержат хозяева. Дело в том, что загажены улицы, скверы. Причем замечания делаешь, можно очень много интересного получить в ответ. О домашним животным. Понятно, что они появились на улице не от того, что они сами их выбросили в свое время. Скажите, пожалуйста, что мы можем граждане, говорить людям, которые держат животных, выгуливают их без наборника, не соблюдают никаких мер, куда мне обращаться. Ну и мне вообще, в том числе, любовник умножить. Невозможно, вы простите, в прямом слове, сейчас по весне погрязнет, в огне. Строятся приемы, забираются кошки, собаки, да, привозят их приемы. Делается операция. Эти собаки, кошки, они остаются в этом введите и снова возвращаются к здоровью. В процессе прошлого года унесли изменения в федеральном законодательстве. И теперь все безнадзорные животные должны содержаться в приютах. До этого момента, до того, как не будут построены приюты, действуют нормы, согласно которой безнадзорные животные отлавливаются, что у вас было произведено по вашей заявке, направляются на стерилизацию. Есть определенное количество дней, где они там содержатся, и потом выпускаются в ту среду, где их отлавили. Вот пока, сейчас уйдут, пока не будет построено достаточное количество приютов на территории Сахаринской области, эта проблема будет существовать. На территории Углегорского муниципального округа сейчас мы приступили к проектированию приюта на 300 животных. И там эти животные будут содержаться по закону до конца. То есть фактически проблема принципиально будет решена. Вот, пожалуйста, цены. Я не думаю. Я не думаю. Ты как любимый. Ты как любимый. То, сто семьдесят, то восемьдесят девять. Я не так депричный. Вот и тогда. Кто считает, что это неправда? Вот выйдите, пожалуйста, ко мне. Сюда. Я просто сейчас магазин отправлю вас. Два магазина социальных, которые торгуют социальными продуктами, они в Углегорске. На семь тысяч, грубо говоря, население. И примерно там на шесть тысяч, семь тысяч населения в Шахтурске три магазина. А получается, Нипольск, Пашняково, Лесогорск, там вот эти вот поселки, они вообще этой цены не имеют. Вот о чем речь. То есть нам нужно больше магазинов и нам нужно количество, чтобы действительно человек муфит. Потому что я вот забрал уже Андрею Ивановичу вопрос. А чем мы отличаемся от вас, которые живут в центре Южно-Схолидии? Вот и чем? И чем? Ну, вы ходите по хорошим дорогам. Вы можете доступно каждый день видеть эти цены в магазине. А мы нет. Один ящик. Этот вопрос показателен. В нем, кажется, и есть весь смысл. Жители Углегорского района имеют право ходить и ездить по хорошим и безопасным дорогам, жить в качественных домах, покупать продукты по доступным ценам, дышать чистым воздухом, пить чистую воду. Это нормально. Но реально ли? Екатерина Петрова, Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Евгений Мелехов. Углегорские новости. На встрече с жителями Углегорского района губернатор Валерий Римаренко наградил победителя конкурса «Сахалинский маяк-2020». Из-за пандемии итоги подводили на праздничном онлайн-концерте. Без зрителей и конкурсантов. На встрече в Углегорске стало возможным вручить статуэтки в виде маяка победителям конкурса лично. В июне 2020 года в островном регионе стартовал конкурс «Сахалинский маяк». Премия учреждена губернатором Сахалинской области Валерием Ливаренко. Цель которой была показать победителей всей области и сделать так, чтобы им гордилось не только их ближайшее окружение, но и весь регион. В список победителей конкурса «Сахалинский маяк» вошли имена наших земляков, жителей Углегорского городского округа. Победителем номинации «Активное долголетие» стал ветеран Великой Отечественной войны Александр Самарин. В прошлом году он отпраздновал 97-й день рождения. Александр Матвеевич ведет активный образ жизни. В номинации «Народный педагог» победу одержала учитель-логопед Углегорского детского сада номер 27 Элина Любомирская. Олег Месевра из Восточной горнорудной компании стал победителем в номинации «Гражданская позиция». Благодарственными письмами наградили председателя районного совета ветеранов Надежду Скоробогатову, председателя местного отделения Союза женщин России Татьяну Бурмистрову, ветерана угольной отрасли Владимира Степанова, а также Сахалинский поисковый отряд «Авиапоиск». Вопросы к губернатору задавали на разные темы. От бытовых до тех, от которых зависит жизнь человека. Один из них прозвучал от жительницы Углегорска. Двухлетний внук женщины страдает от редкого генетического заболевания – спинально-мышечной атрофии. Диагноз двухлетнему углегорцу поставили в январе этого года. Ранее областной Минздрав выделил в семье средства на покупку необходимого лекарства. Но мальчик нуждался в специализированном лечении. В ходе встречи женщина обратилась с просьбой организовать лечение ребенка в федеральном центре. О нашей ситуации знают все. Везде есть все документы. Из декабря 2020 года мы бьемся во все двери. Поверьте, с таким заболеванием у нас один-единственный ребенок. Мы вас услышали. Просто помочь. Мы вас услышали. Давайте сейчас будем решения принимать. Давайте. В день встречи 23 марта Валерий Римаренко поручил договориться с федеральным центром и обеспечить госпитализацию ребенка. 25 марта мальчика направили на лечение Москву. По прибытию сразу доставили в российскую детскую клиническую больницу. Сразу после встречи с населением губернатор отправился в Шахтерский порт, где подвел итоги рабочей поездки. Мы обсудили огромное количество вопросов. Люди задавали прямые вопросы, получали тут же прямые ответы, что называется, не сходя с места. Все обсудили, все решения записали. Будем работать вместе. В Сахалинской области участили случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники втираются в доверие, представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов. А также взламывают социальные сети. Наш корреспондент Дарья Кораблева стала жертвой мошенников. В этот день ничего не предвещало беды. Я, как обычно, занималась своими домашними делами. Неожиданно мне стали поступать звонки с вопросами, что случилось с моей мамой. Так я узнала, что мои социальные сети были взломаны и что люди переводили реальные деньги мошенникам. Моя мама умирает. Прошу срочной помощи. Так начинается пост мошенников в моей социальной сети. Берут эмоции, чтобы заполучить как можно больше у людей неравнодушных. Так мошенники вывели больше 20 тысяч рублей, представляясь моим именем. Чтобы вопрос урегулировать, позвонила в банк. Ой, к сожалению, такой карты нету. Угу. Поверьте, пожалуйста, еще раз кончить, вам скажу, что это карта. К сожалению, нет, не в ЭТБ, нету такой карты. Да? Ладно, спасибо. На данный момент я попыталась заблокировать карту мошенников, чтобы люди не переводили туда денег. Но мы сделали такой вывод, что таких карт у банков нет. И что с этим делать, наверное, будет разбираться, скорее всего, полиция. Кто-то из моих знакомых сразу позвонил и выяснил, все ли в порядке. А кто-то положил в кошелек мошенников свои деньги. Одна из таких – моя знакомая. Не важно, какое там сообщение, всегда буду звонить. Причем бывает такое, что собирают там на кошек, на собак, я тоже в этом участвую. И я всегда фильтрую, можно, нет. Тут просто вот именно вот этот фактор, что близкий человек, что уже поздно, и что вот именно они дают время, что два часа срочно-срочно. Конечно, я сделала из этого урок, извлекла, что теперь я обязательно буду звонить. У мошенников есть еще один способ заработка. Злоумышленники представляются сотрудниками банков. И чаще всего люди не могут определить, кто звонит или пишет – реальный человек или мошенник. Отключать мозги сперва надо и звонить в банк, и узнавать, звонили они или нет. Я отключаю телефон, я не разговариваю. Вот тоже с этими, с карточками, со вкладами я просто не разговариваю. Говорю, все, до свидания. Мошенники ищут разные способы обманом заполучить чужие денежные средства. Схема всегда одна. Номера телефонов чаще всего московские. Представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов. Присылают сообщения, просят номера карт. При любом подозрительном звонке следует сразу обратиться в правоохранительные органы. Несмотря на то, что это преступления трудно раскрываемые, сложные, работа идет, и эти преступления раскрываются. Определенные успехи есть, даже в области. По тому году, я могу сказать, было закончено большое очень дело в отношении мошенников. Там порядка больше 40 эпизодов доказанных преступлений, которые они совершили в отношении граждан. Чтобы не попасться на уловки мошенников, не разглашайте конфиденциальную информацию. Не переводите свои денежные средства. Не устанавливайте на гаджеты сторонние приложения, где могут быть вирусы. Будьте бдительны при покупке в интернет-магазинах. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. Углегорский район первый с Сахалинской области по количеству жителей, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Это отметил министр здравоохранения Владимир Кузнецов во время рабочей поездки с губернатором Валерием Лемаренко. Из 17 тысяч жителей вакцинацию прошли 11% населения. Первое, хочу всех уже сегодня сказали, поздравить с тем, что мы потихонечку выходим из ситуации с пандемией. 603 человека у нас было заболевших COVID-19 на территории округа городского. 3 пациента у нас, к сожалению, умерли. И мы очень надеемся, что нам удастся избежать столь жестких карантинных мер, которые были у нас в предыдущий период времени. В Сахалинской области зарегистрировано около 22 тысяч случаев заболевания ковида. 21 500 выписаны с выздоровления. 340 проходят лечение. Вакцинацию прошли более 36 тысяч человек. 24 марта в районном Доме культуры «Октябрь» состоялась премьера спектакля по пьесе Федорова «Хрустальный шар судьбы». Современная комедия о жизни людей и их ценностях. Зрители с нетерпением ждали актеров на сцене. Первый звонок перед началом спектакля, а зал уже полон. Еще бы, ведь премьеру ждали давно. Комедия «Хрустальный шар судьбы» с шутками современными, с темами вечными. О жизни, замужестве, любви и дружбе. Мне кажется, он как-то вот так вот играет, прям вот так вот нашими характерами. Смотрит и прямо, он прям в точку, потому что там очень много таких нюансов в этой роли, которые прям касаются только меня. У меня такое все в жизни было. Главный герой – две женщины, Маша и Яна. На контрасте. Одна верит в любовь, для другой важно выйти замуж удачно. За человека с деньгами и хорошим социальным статусом. Так он не москвич? Нет, он из Сыктывкара. Из Сыктывкара? Это где вообще? Это же глушь, наверное, какая-то. Но героиня объединяет одно – их долголетняя дружба, которая может помочь в личном счастье Маше – спасти брак. Для этого нужно убедить мужа, что Маша – его последняя жена. Ведь ему нагадали третий брак в роли жениха – режиссер Аркадий Бутаков. Не надо прямо вживаться в роль. Когда вы не будете другим человеком? Это нереально. Но зато реально сделать, как если бы вы были этим человеком. Очень такой хороший ход. Вот если бы я был, допустим, водителем-дальнобойщиком, я бы вел себя так. Это все. Все остальное – это очень мое. Время спектакля – 40 минут. На сцене герои разные, не похожи друг на друга. Подготовка была напряженной. Активно репетировать начали в последний месяц. Но по отзывам зрителей спектакль получился хорошим. Прекрасно. Вообще в нашем РДК все, что делается, все замечательно. Спектакли, организовываются различные мероприятия. Вот сколько мы на них постоянно ходим, мы просто супер. Мы специально не посещали репетиции, потому что, во-первых, уверены были в актерах, уверены в режиссере и хотели получить именно удовольствие от просмотра. Я только сейчас Аркадию Анатольевичу сказала, что мне не хватило. Я бы сидела еще в два раза больше по времени, наслаждалась бы игрой актеров и пониманием того, что наконец-то у нас есть театр. В эти выходные актеры отправятся на конкурс, где представят спектакль «Хрустальный шар судьбы южно-сахалинской публики». А 3 апреля пьесу можно посмотреть еще раз в РДК «Октябрь». На этом премьеры не заканчиваются. В мае труппа покажет два спектакля, которые еще зритель не видел. Дарья Кораблева, Александр Бегаркин. Плегорские новости. В субботу 20 марта на улице Войтинского состоялись лыжные соревнования «Гонка сильнейших». Участие приняли около 30 человек. Спортсмены прошли дистанции от 5 до 30 километров. Возрастные группы от 2010 года рождения и старше. Церемония награждения назначена на 27 марта. В этот прекрасный день вышли самые лучшие, самые сильнейшие лыжники нашего Глегорского городского округа. Дистанции сегодня были от мала до велика, от 5 километров до 30. На самой маленькой дистанции у нас было 14 человек, это девочки и мальчики. Самая длинная дистанция, там всего заявлено было 4 человека. И все они вышли на старт. Показать свои силы, выносливость, умение кататься на лыжах. Он не забывает. Чувства остаются очень классные. Ты ездишь, ездишь, ты ноги тренируешь и руки. Ты начинаешь быть спортсменом. В эти же выходные в 11 часов на улице Бумажной пройдут последние состязания, посвященные закрытию зимнего лыжного сезона. Это были углегорские новости. Далее смотрите прогноз погоды. Я же на этом с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok